так сегодня сегодня какой у нас уже там 23 до 4 мая до 24 по моему что операцию сделали 5 числа сегодня если 24 19 дней получается не сняли позавчера андрей страшновато раз она у тебя ночью же сама отклилась чуть-чуть выступала в принципе шовчик-то выглядит нормуль аккуратненько не сняли тебе шовчик-то я тебе скажу нет нет так они тебе не оставили тебе очень хотелось сегодня уже скажут они сказали что можно будет купаться вот этот весь клей от моем от спинки ну понятно такой тепленько просто водичкой аккуратно тебе с крабиком спиночку пройдусь и мочалка возле швов аккуратно на сам шов тереть чтобы не это не будем так выглядит шовчик на клей вот этот этот отрат надо будет аккуратно ну что котик катя заказала все вам домой новые прибамбосы сейчас будет распаковка катя покажет мастер-класс по распаковке до рождения ребенка осталось две недели проще два термоса один для послеродового чая даула будет в родомином мне заваривать чай там на основе красного вина имбирь лимон там травки в родовом процессе мы будем прибухивать белое винишко это москва можно с собой взять фруктики на закусочку обязательно сказали взять еду шашлыки вот любую какую хотите можно шашлыки обязательно мне фотограф сегодня сказала нужно взять еду для мужа особенно если вдруг схватки будут происходить ночью там в роддоме есть 7 роддом юлина там есть маленькая кафешечка мы с тобой там как раз были но там ну как скудники она работает ночью тоже ночью не работает в том-то и дело можно заказать курьера с доставкой там какой-либо еды но это же час ждать на год и мужья обычно когда голодные очень нервные поэтому возьмите еды для мужа можно побольше я сама такая любитель поесть поэтому мне кажется мы с собой еды возьмем один короче быть для послеродового чая а втором и часть собой заварим черненький анельский вкусненький наверно наверно анельский вот сладенький просто собой сладкий напиток должен быть типа там отвар шиповника я такие вещи вообще не люблю терпеть не могу поэтому я просто чаем будет поэтому два термоса по 2 литра учитывая что и андрей большой и я пить люблю поэтому на всякий случай большие термоса взяли все по распаковке сейчас будет это все с ваберес выбирала исключительно по наверное по комментариям просто то что там кто чё писал короче я же не знаю вообще какие памперсы как чего я только знаю что на вес 3 до 5 килограмм взяла и 50 штук ну надеюсь что нормально и по всем отзывам которые там прочитала из всех разных памперсов вот эти были вроде как самый топчик ну посмотрим как он зайдет малышу кому ты наверно уже а мы снимали кому дам кому у нас будет органайзер но я потом уже когда распакую разложу причем чтобы распределить там по ячейкам не все так в куче чтобы валялась а собственно там здесь кремушек здесь ватные палочки здесь то здесь вот это там там расческа там погремушка для малыша короче по ячейкам распределили такие моменты это немножечко просто другой формы а где я вещи распределить своему дитячий чтобы там порядочек моющиеся тапочки в роддом резиновые мужа тоже надо я обычно возьму резиновый резиновый сумки в роддом собственно здесь много наборов где большая сумка средняя маленькая я взяла большая и 2 средних потому что я боюсь что маленькая особо сильно не понадобится лучше думать для средних лучше побольше будет а это у нас по моему здесь пленки уйти влажные салфетки с депантеном с витамином е и здесь три упаковки по 120 штук могу сказать если надо они же обычные салфетки но детячие или какие-то необычные ну никак для взрослых не классная туалетная бумажка ну понятно там попка будет меньше чем мой кулачок но вот такие получается салфетки они идут по моему без спирта написано с депанталон депантенолом это если какие-то опрелости что-то такое что можно было спокойно вытереть классно вот и с витамином е все это в новинку все это не понятно все тоже по комментариям по кучу отзыва со прочим и читала еще не распаковывала очень хочется просто упаковка испачкана с бортиками все в порядке это бортики проблема оказалась с бортиками и из конверте не помню я к тому что все кого я смотрела конверт вот такие хотела короче все у кого я смотрела конверта они в основном шли это муслиновые внутри с хбшный такой вот подкладочка там еще идет учебитель книгу всех они шли в основном под заказ и у всех расписано на месяц вперед а учитывая что рожать через две недели что мы со всеми событиями поздно с похватились нашла в масле магазин у кого в наличии вот они курьера вчера привезли доставили вот сюда собственно можно так мягко мягенько очень здесь муслин он хорошо проветривается продувается вот и также та же ситуация оказалась бортиками тоже все у кого я смотрела кого отмечала и собиралась у кого приобретать у них на месяц на полтора все вперед расписано тоже нашла на волдырь в наличии они есть прикольные но их стирать не туда не уже вшит я так понимаю что здесь какой-то видимо поролончик шить нет постирать их точно надо будет я посмотрю на какой можно программе они здесь насквозь просрочно то есть там вниз не должно сваляться на какой-нибудь бережной щадящей стирки потому что так или иначе ребенок начнет ползать все это неизвестно где-то ткань до нас валялась то есть может быть и там слюня ведь ее покусать начнет и так далее поэтому постираем однозначно ну и просто по цвету еще смотрела универсально чтобы если следующая девочка чтобы уже не выховать еще одни бортики ну вот примерно план такой был если что у них контактные данные там должны быть у кого заказывала спрошу как акционально постирать то под заказ не когда вырождать и выбираем из наличия ватные палочки тоже для детей которые они такие толстенькие на конце тоненькие в общем с таким так называемый с ограничителем они называются что для тебя это в новинку тоже да да вообще обалдеть такого никогда не видела в магазинах такой же не продается может я не видел должно продаваться просто мы никогда не заходили особо в детский отдел и не смотрели но по любому даже должно прикольно простыни по моему она хлопковая стопроцентный хлопок был цвет такой молочный на резинке на детский матрасик как раз в кроватку я взяла одну просто попробовать посмотреть как она будет сидеть как что и если понравится закажу еще вот вот но ориентир буду держать только на самые светленькие так что красиво смотрелось для меня эстетика тоже важно в этом плане кстати кто хочет такой же заказать приходите кати в инстаграм она там выделила сик сирии артикулы оставляю цены пишу распаковки свалберестом видео снимаюсь и потому что нужно посмотреть тоже заказать не только детячие собственно еще во всякие штучки для дома классные которые покупаем которые мне покоряют сердечко вот тогда уже собственно снимаем видео ковшик раскладной он идет ну чтобы собственно ванночки там ребенка поливать вот компактный про ванночку мы еще не купили ванночку кстати на рыбалку классная вещь потом прикормку разбавлять водой а еще и андрею рассказывала как раньше вытягивали сопли высасывали у детей из носа и он просто весь там вздрагивал в общем расскажи как вытягивать ну как все же знают как раньше это через трубочку не через трубочку так засасывали губами ну короче есть теперь электрический назальный аспиратор для детей вот его подставляешь там две по-моему насадки в наборе должно быть минимум две и они должны высасывать у детей и сопельки короче буду проверять надеюсь что все работает это по моему присыпка если я правильно помню до детская присыпка тоже взяла маленькую на пробу посмотреть чтобы не аллергии ничего не было так мы оба создаемся аллергии здесь я сначала подумала что за игрушка игрушка не заказываем кажется подарки кладут это видео няня по идее она подключается к планшету к телефону можно будет смотреть наблюдать что там с малышом и по-моему если правильно помню она еще поворачивается на движение но недорогая на что-то в полутора в пределах полутора тысяч рублей при этом комментарии у нее тоже были огонь посмотрим что это такая штучка китайская ну вот да будем проверять смотреть пробовать так что у нас еще есть о здесь погремушка можно вскрыть да ну давай у нас же распаковка я правда не все распаковываю деревянные деревянные игрушки прибитые к полу да укройте такая штука это погремушка прикольно а если он съест ее да как он ее съест ну тут уже шарик вдруг он раскусит его да не раскусит чем деснами грызунок уже вот вот это он если что будет грызть дедело что ли ну короче я думал силикон они грызут окажется ну нет есть же силиконовый просто в наборе шел с погремушки вот такой грызуночек ну посмотрим может быть и тем и другим будем просто завлекать а когда уже дед ну главное что он а это стирается или нет если он же в рот буду совать хорошо мы купим силиконовую помою и все а этим буду просто завлекать ну тоже кажется что мало ли что он руки в руках это брал и хопе ковырялся а потом руки взял да да ну еще за чем-то недорого что его нет что-то не еще ну я бы ты же знаешь меня я человек мега экономный я ведь дорогой я в жизни не куплю не выберу ни у меня что экономия должна быть экономной экономная жена радость семье надеюсь термометр для воды с артутью или это современно по-моему должно быть просто ты меня сейчас застал брослох ну что-то должно быть написано не кипятить не разрешать малышу брать изделия в рот по мнению педиатров идеальная температура воды для купания малыша 37 градусов в доминикане не содержит артути написано на одну минуту пускаем в воду термометр и сушим потом его при комнатной температуры мог лично сосочка от нуля месяцев я не уверена что нам эта сосочка 30 понадобится lips самая инстаграмная соска наверное которая существует на данный момент красивенькая что упаковка что сама сосочка эстетическое там удовольствие получает ну как минимум на мой взгляд вообще не считается классными сосками и по-моему она стоила не менее 600 рублей по моему для соски это даже много но если правильно помню но я надеюсь нам соска не понадобится я поняту грудное складывание это так до подстраховки на всякий случай мало ли мы не знаем как что пойдет штучка для стачивания ноготочков чтобы не ножничками опять же здесь вообще не угадать кто-то лежит ножнички которые детские с закругленными такими не острыми как кончиками короче я мой выбор полно вот такую штуку вот из батареи по часу беру кожу не захватит ребенка не ты не аккуратненько это будет делать а там типа эти во первых здесь разные жесткости идут пилочки для самого маленького возраста идет розовая вот такая она короче вот здесь втыкается сюда втыкается вставляется батарейка потом нажимаешь на кнопочку и на как это называется когда зашкуривают что-то там спиливают полировались как это называется мужской инструмент короче также и ты вот отсюда торчит вот это вот как наждачка такая собственно спиливаешь там ноготок ребеночку вот но мой выбор пал на такую штуку не знаю сколько будет удобно потому что будет видео снимать насколько это удобно ну да батарейка идет в комплект дали ночник тукан вот такая птичка она одна идет в комплекте одна не одна один тукан идет беленького цвета он по моему если правильно помню еще и музыкальный ночник наш таким приглушенным должен быть светом чтобы не мешать как бы спать папе но при этом если надо ночью встать к малышу это нужно для того чтобы ребенок не это не боялась мочи нет я к тому что если даже вот ночью чтобы не включали основной этот сильный свет и тебя даже не беспокоить и маша малышу чтоб стресса не было вдруг ему надо на и не знаю ночью там покормить его взяла там начнем чем включила покормила нужно им памперс поменять то же самое что не в потемках как кошка там я что-то видела от это все заказывала ну какой-то список есть в интернете или как это ж не надо выжить да есть в интернете такой список покупки к рождению малыша но какой такой наверное базовый основной я собственно вот распечатала и прям по нему прошлась посмотрела что-то выбрала по своим пожеланиям где-то что-то еще а ты мне потом ссылку дашь на него я прикреплю я даже не помню на каком сайте хоть фотку я там сфоткаю фотка есть я просто яндексе взывала зашла почитала и также вещи чтобы понимать такие малышу нужны вещи на первое время на первый месяц там какие годики слипики особенно на летний период времени учитывая что мы летом рожаем в каком количестве чтобы не добро не покупать всего там там не знаю три штучки того две штучки того там три штучки этого чтобы не по десятку там не тратить кучу денег поэтому носочки взяла нам сказали в роддом понадобится на золотой час это когда ребенка прикладывают матери или отцу на грудь кладут чтобы он напитался микрофлорой родителя и пока отпульсирует пуповина прежде чем и перережут перережут на ребеночка надевают шапочку и носочки и так как он будет после родовой смазки это все потом не отстирается и нужно будет потом выкинуть эти носочки и шапочку и маечку с запахом папы отдельная фишечка но я думаю что у нас будет как раз выпуск скорее всего про роды с места событий как раз я думаю что андрей что-нибудь там снимать точно будет самый секрет это майка запахом папы то есть папа находится там в майке в какой-то там своей значит да потом уже ребенка укутывают в эту майку папа ее снимает собственно дает тоже для того чтобы ребенок напитался микрофлорой родителя ну в общем у нас какие-то такие роды с западой ну короче носочки вот для цели того чтобы если что потом можно было одну пару какую-то взять да потом выкинуть чтобы было не жалко тоже из недорогих смотрела на хлопок хорошенькие пользователи хорошие либо китс а здесь штучка для держатель для соски тоже довольно инстаграммная штучка красиво по цвету здесь уже я выбирала с андреем советовалась потому что важно было чтобы андрей тоже сказал что ему нравится это что не сосква это для чего нужно это держатель соски то есть мы здесь привязываем соску мой ребенок же в какой-то момент у него там пристегнута она допустим выглянул соску чтобы она не куда-то там у него улетела на было так далее она у него пристегнута и вот она может ручки на этом грубо говоря болтается пощупать угол он не разгрызет это уж но у него же маленькие еще десны там даже зубов еще не будет как чем он этом грызть будет андрей помыть потом ну это понятно все перестирать перемедли будет кремушек для чувствительной кожи нежный уход для младенцев под памперс на случай если вдруг что-то там не знаю апреллости не было там всякой такой штучки надо было присыпка джонсом ждать это мама кажется так вот и вот этот кремушек тоже по комментариям прям был топчик не знаю насколько нужная вещь но мочалка расчесочка расческа ну малыши как же как колтаны вот такие сзади могут детские накручиваться особенности там а у нас точно будет с волосишками нам это новости сказали еще до апреля месяца это было вот короче такая вот у него вот расческа чтобы ему расчесывать волосы держатель до моего держателя как это называется это было правильное его название чехольчик в сумке господи из сумки когда мать он достает допустим до чтобы он в каком-то был чехле мы вымытая сосочка дала ребенку потом обратно надо соску забрала в чехол закинула и обратно в сумку потом идет чехольчик начнется он силиконовый мясо то есть куда легко она заведет вылезет эта соска то есть такая добра свет тоже брула старом очень специальный но случай если джинчика у нас девочка будет закончили это у нас одноразовое полотенце какие-то по моему сухие платочки такие да 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 без кровь без хлора без ворсина без отдушек сухие салфеточки одноразовые но в основном то влажные понадобятся на сухие на всякий супер термометр электронный но я думаю что все знают в магазинах такими там в мире температуру на входе в больнице в клинике в общем там они температуру показывают чтобы не подмышку там ребенку этот градус миксовать вот такую штуку взяли это с собой в роддом маленькие емкости для шампунги для душа такое чтоб там потом помыться это больше для меня из пособа самое наверное необычное и наверняка далеко не все знают что это но это слинг трикотажный такой слинг для ношения молочек есть фотографии вот таким образом он примерно намазывается и туда кладется так скажем ребеночек заправляется на самом можно так замотаться или нужно чтобы человек нет сам у меня даже есть видео инструкция конкретно вот у этой фирмы я смотрела вот разные цвета но опять же тоже брала цвет относительно универсальный вот у них цветовая палитра кстати очень классная было мне понравилось и у них есть прям видео инструкция как замотать как что это тоже хлопок идет 5 процентов эластана вот и собственно ты заматываешь она идет получается ребенок находится в естественно для себя позе то есть это не вот эти вот кит гуру сумки там какие-то что-то а это то что действительно дает максимально комфорт ребенку я если честно когда научусь я научусь видео инструкции тоже запишу в инстаграм потом выложу как это собственно делается подписывайтесь на котюху ссылка будет на него в описании все все но у нас еще остался там кокон еще не пришел крем от трещин на сосочках и что-то еще там не помню да здесь нам пришла коляска сегодня и я уже заложила ну как раз кому не будем показывать потом распаковывать собирать смотреть и тогда наверно снимем ну да автолюлька и коляску на автолюлька для маленьких новорожденных детей что еще следите за нашими новостями подписывайтесь ставьте лайки комментируйте сейчас вот пошли гулять такой красивый закат чего хоть животик сильно ну да офигеть сейчас погуляем здесь спину разомнем ноги спину мне надо нахаживать шаги тебе нужно расхаживаться после операции кстати дома снять вещи постиранные на нашу положки при опустился чуть-чуть осталось скоро ну 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 ну